Автомобили бывают разные. У каждого свой возраст, цвет, марка и хозяин. Однако все они, выбрасывая в атмосферу после переработки топлива токсины, более или менее представляют опасность для окружающей среды. Гродненская инспекция природных ресурсов совместно с Госавтоинспекцией и областной лабораторией аналитического контроля сегодня, во всемирный день без автомобиля, провели необычное мероприятие. После того, как сотрудник дорожно-патрульной службы останавливал транспортное средство и проверял у водителя необходимые документы, специалист лаборатории проводил замер выхлопных газов машины на соответствие требованиям. Например, железный друг Геннадия Сушко, хоть автомобиль и не новый, показал отличный результат. Водитель признался нашей съемочной группе. О том, что сегодня всемирный день без авто, он не знал. Да если бы и знал, то все равно им воспользовался, ведь его работа далеко от дома, а машина – единственное средство передвижения. Водитель вот этой иномарки Надежда Павловская тоже не знала, что сегодня день без автомобиля. Однако подчеркнула, что все личные поездки в хорошую погоду она совершает на велосипеде, так как поддерживает здоровый образ жизни. На машине ездит только на работу, которая находится в другом конце города. Я считаю, что это хорошо, и я буду этого придерживаться. Спасибо, что устраиваете такое. Это хорошо. Я, в принципе, за здоровый образ жизни, за экологию, и поэтому буду придерживаться обязательно. Многие водители остановленных машин знали о всемирном дне без автомобиля. Однако отказаться от личного транспорта не смогли в силу разных обстоятельств. А те гродницы, которые не были проинформированы, отнеслись к замерам выхлопных газов и, в целом, к международной акции крайне положительно. Гродинская инспекция совместно с областной лабораторией аналитического контроля в течение часа уже проверяет автомобили на ЦОЦАШ и дымность. Проверено более 10 автомобилей. К сожалению, не все граждане, не все водители знают о том, что сегодня проводится данное мероприятие. Но они понимают проблему и постараются в дальнейшем использовать меньший автомобиль в личных целях. Всего за время проведения мероприятия сотрудники госавтоинспекции остановили 24 автомобиля. И ни у одного не было выявлено нарушений. Для замера выхлопов в машинах, работающих на дизельном топливе, использовался вот этот прибор – дымомер. Для бензиновых авто применялся газоанализатор «Автотест». Мы проверяем выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств, работающих на бензине, дизеле и газу. Для этого у нас есть два прибора. Мы меряем дымность дымомером. Это те, которые работают на дизеле, транспортные средства. Которые работают же на бензине и на газовом топливе. У нас есть автотест. Для работающих на транспортных средств на дизеле – это дымность. Для работающих на бензине и газу – это углеводороды СО, ЦАЖ и оксид углерода СО. Мы это меряем. Сравниваем. У нас есть основные документы – это два СТБ 2169 и 2170. Там указаны нормы. Мы их сравниваем и, соответственно, либо выставляем превышение, либо нет. Впервые день без автомобиля провели в Швейцарии более 40 лет назад в связи с топливным кризисом. С конца 20 века в акцию включились многие европейские города. Беларусь начала вносить свой вклад в общее дело с 2008 года. 22 сентября в нашей республике проводятся разные мероприятия и акции. Ведь любой, пусть и небольшой вклад, оставленную подъезду автомобиль, посаженное дерево, поднятая бумажка – в результате могут дать толчок решению глобальной экологической проблемы. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик. Новости Гродно+.